Я не думаю, что города ревнуют друг к другу. Что-то кто ты? Мне нравится прикидываться другими людьми. Ты видел спектакры? Вот я не видел, что это так. Я читал тексты. Я еще раз повторю, если кто-то в этом убедил оскорбление, то я за это извиняюсь. Вся моя жизнь, как, впрочем, у других людей, проходила на разных кухнях. Они были небольшие, 7-метровые, и там нас набивалось до 20 человек. Это тоже было очень клево. А теперь вы здесь, у меня, на кухне. И здесь, за столом, я приглашаю гостей. Вернее, не я, а москвич Мэг. Сегодня у меня на кухне Ингеборде Даб Кунайта. Прекрасная актриса, чудесная, красивая девушка. Ну и вообще прекрасный, интересный человек. Давайте, присоединяйтесь, приходите за наш стол на нашу кухню. Буду рад вас видеть. Привет! Слушай, я тебя очень рад видеть на нашей импровизированной кухне. Мы придумали такой жанр разговора на кухне. Это не интервью, это именно прекрасная беседа. Я вот давно тебя знаю. И давно за тобой слежу. И как за актрисой, и как за человеком. Хожу иногда на твои спектакли. Иногда ты нас приглашаешь через общих друзей. Смотрю некоторые фильмы. И вот, знаешь, я подумал, что если бы Советский Союз продолжался бы, то ты играла бы зарубежных женщин. В советское время был целый ряд актеров и актрис, которые... И города были определенные. Там Таллинн и Рика. В которых происходили все западные истории. Это были романы, фильмы по романам Джека Лондона. Шерлок Холмс. Смог и Малыш. Это было наше понятие, как мы себе представляем Англию. Или как мы себе представляем Америку. И также они снимали, как они себе представляют Россию. И Советский Союз. Но, с другой стороны, слушай, фильм о Шерлок Холмсе считается классическим даже для англичан. То есть настолько верно была угадана вот эта вот какая-то английская тоска. И как-то актеры вписались абсолютно в английские образы. И вот мне кажется, Ингеборг, что если бы Советский Союз продолжался, то своя судьба была бы такая. Ты всегда бы играла западных женщин. Ты согласна с этим? Я наиграла немало советских женщин. А чем ты себя лучше чувствуешь? Ты знаешь, роль есть роль. Есть роль. Вот она такая. И я вникаю в этого человека и играю в его. Слушай, ну у тебя такая бурная, бурная жизнь. Ты родилась в одной стране. Много прожила там, за рубежом, в Англии в частности. Жила в Москве, в России. Ну, в общем, много чего у тебя было в личной жизни. И где ты лучше себя чувствуешь? Кто ты? Ты литовка, англичанка, россиянка. Вот ты кем себя чувствуешь? Я литовская женщина. Я родилась, выросла в Вильнюсе. Я там начала работать. Круто, что моя работа позволяет мне быть многими людьми. А в жизни, конечно же, я говорю на нескольких языках. И я прекрасно себя чувствую в разных местах. Но я приезжаю в Вильнюсе, это мой родной город. Я все там знаю. Это не серебральное понятие. Это понятие какое-то неосязаемое. Ну вот я хожу по Вильнюсе улицам. Я их всех знаю наизусть. Я могу закрытыми глазами все пройти. Я могу сейчас закрыть глаза и рассказать все, куда поверну, и что там будет. Хорошо. А Москва? Что значит для тебя Москва в этом случае? Москву я тоже очень хорошо знаю. Ты себя считаешь не москвичкой? Или ты считаешь себя жителем Вильнюса? Одно другому не мешает. То есть у тебя может быть много любимых городов. Твоя любовь не постоянно. Она переходит от одного объекта к другому. Я не думаю, что города ревнуют друг к другу. Горожане ревнуют. Города нет. Ты права. Скажи, а что самое главное для тебя в Москве? Вот что вот там, например, ты можешь вспомнить какую-то историю? Вот зима, например, ты заходишь на бульвар, идешь в ресторан Пушкин. Или наоборот, ты идешь на какие-то вот вещи, для которых тебя в сердце. Вот это Москва. А когда ты чувствуешь, что это твой город, в какие минуты? Очень просто. Я когда прилетаю, я еду, 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 что-то делаю, делаю, занята. Потом я поднимаю глаза, я вижу Тверская улица из аэропорта. Как правило, я приезжаю из Шереметьево. Летаю, раньше летала ее очень часто. Я думаю, о-о-о, Тверская улица. Все, я дома. Потом я вижу открытки Москвы. Например, вот если ехать из-за Москворечья по направлению к центру, так называемому, вот эти все набережные, которые и с одной стороны, и с другой. Она открыточная, Москва. Но она очень красивая. Например, я очень люблю музеон-парк. Я люблю, и даже я люблю парк Горького. Ну, сейчас очень моя жизнь связана с Театром наций. У меня много времени проводится. А это и Петровка, и Пушкинская площадь, и бульвар. Ты ходишь пешком, вернее, ходила пешком там вокруг или ездила на транспорте? Ты удивишься, я езжу на роликах. Ты человек путешествия. Когда-то ты говорила журналистам о том, что для тебя главное движение. Что вот в советское время было плохо, потому что нельзя было двигаться, нельзя было переезжать, пересекать границы. Сейчас ты покорила очень многие границы. И скажи, какие все-таки движения, какие все-таки страны, где происходила работа или отдых, на тебя наиболее оказали влияние своей красотой, своей силой, я не знаю, чем-то такое. Вот я болен Нью-Йорком, например, да, и Сан-Франциско. Да? Классно. Я очень люблю Париж. Как у меня там были такие счастливые какие-то проекты. И вообще в Париже можно не только работать, но вообще быть. Вот Париж, это город, где можно не торопиться, а, например, сесть и сидеть в кафе, смотреть на людей. Потому что там такое ощущение, что это так делают все. И это так вот, ты будешь как бы там частью вот этого какого-то спокойного, какой-то дымки. Вернемся к теме артистов все-таки. У меня очень много друзей, которые артисты. Как бы настоящие, на мой взгляд, большие артисты. Ты тоже большой артист. Ты как-то относишься к этому с каким-то придыханием? Или это просто работа? Работа, которая вот тебя кормит, работа, которая заставляет тебе удовольствие, работа, которая открывает для тебя новые возможности. Или все-таки в этом есть какой-то элемент придыхания и остался? Это, конечно же, профессия. Но есть и другая сторона, что, кроме того, что мне очень повезло, что я могу делать, то, что мне очень нравится, то, скорее всего, это моё какое-то естественное существование. Мне нравится прикидываться другими людьми. И, можно так сказать, творческая составляющая. И вот эта творческая составляющая бывает разная. Я люблю её любую, как ни странно. Бывает, что происходит какое-то талантливое вскрытие чего-то, контакт. Ну и тогда можно к этому относиться с придыханием. Скажи, вот сейчас ты снимаешься в фильме или снималась в фильме по иранской конференции? Это спектакль по пьесе Воропаева, иранская конференция. Ты считаешь, что Воропаев гений? Вот все вокруг говорят, Воропаев гений. Работать с Воропаевым – это всё равно, что работать с гений. Это всё равно, что работать с Чеховым. Это так? Ну, это очень талантливый писатель. Работать с текстом – удовольствие. То, что мы делали, нельзя отделить от контекста. То есть в данном спектакле Воропаев, Рыжаков и все артисты, которые заняты – это одно целое. Хотя казалось бы, что мы там каждый говорит отдельный монолог. Но самое удивительное в этом спектакле – это наша зависимость друг от друга. А сама тема тебя волнует, вот тема, которая поднята в этом спектакле, в этом тексте? Там 10 монологов, не каждый имеет свою тему. Ну, они все соединены, некой одной общей, мне кажется, идеей. Трудно об этом говорить, потому что я внутри этого. И когда ты входишь в этот… Ну, каждый раз, когда ты попадаешь в спектакль, ты часть этого. Ты не можешь, тебя не может это всё не волновать. Ты не можешь не задавать себе эти вопросы. Но все эти роли, действительно, маленькие роли, ну, как маленькие речи, роли немаленькие, да, вливаются действительно, как ты говоришь, в один пазл. И он посвящён тому, как относится Европа к людям, которые приезжают в Европе, которые становятся мигрантами в Европе. Это текст об этом. И вот у меня лично, ты знаешь, когда я читал этот текст, у меня было ощущение, что вот Ваня Воропаев, человек, безусловно, очень талантливый, да, но он как бы думает, ага, тренд. А ты видел спектакль? Вот я не видел спектакль. Я читал текст. Не знаю, о чём ты говоришь. Да, 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 ты права. Мне тоже несколько людей сказали, да ты ничего не понимаешь, это магия. Когда попадаешь на спектакль, всё по-другому. Но я читал текст. Дело в том, что я не знаю, магия или спектакль, но я думаю, что всё-таки есть какая-то разница между тем и спектаклем. Ну, конечно, есть. Ну, всё равно же, ну, не знаю, есть, безусловно, но магия видна и в тексте. Что-то я когда читаю тексты о Володе Сорокино или тексты Грибоедова «Горе от ума» или Чахова, я же вижу, я же вижу эту магию. Даже, конечно, когда я вижу на сцене, она в десять раз выпуклей. Да, но не каждый текст Володи Сорокина можно сделать театральным событием. Скажи, пожалуйста, ну, вообще-то много всю свою жизнь работала с разными режиссёрами, молодыми, немолодыми. Некоторым ты просто, да, открывала дорогу. Например, там, первый фильм Романа Прогунова, кинорежиссёра, да, в которых ты снималась. Я не думаю, что Роман поддерживает твоё выражение. Я не думаю, что Роман самодостаточный, как бы, человек. Сейчас даже более чем самодостаточный. Но тогда-то, когда всё это начиналось, я думаю, что он был ещё не оперившийся юнец. Это был его дебют? Да, конечно. А ты была известная? Ну, он был достаточно уверенным в тебе, он знал, чего он хочет. Давай вспомним один проект, за который ты подверглась достаточно большой критике. Проект, когда ты оказалась в Ленинской библиотеке на книжных столах и фотографировалась для известного журнала «Вог». Это было не для «Вога». Это было для «Воска» магазин. Это была реклама «Осенней одежды», по-моему, Шеревина. И в этом проекте снялись мы от Рената Литвиновой. Там куча народу снялась. А почему возникла какая-то скандальная история вокруг именно твоих фоток, твоих фотографий? Потому что я стою на столе. Представляешь? Я еще раз повторю, если кто-то в этом увидел, оскорбление, то я за это извиняюсь, но я ни в коем случае не хотела причинить никаких обид никому. Просто снималась в модной фотографии. Понятно. Ну, я доволен нашей беседой. Ну, вот видишь, сейчас, наконец-то, когда наладилась связь, то... Да, и наконец-то, вот, знаешь, бывает такая зацепка, зацепилась, получилась. Я очень люблю хайболы, этому, да. А что такое хайбол? Слушай, ну, это виски. Это самое простое, что может быть у человека, когда он работает, творческого человека. Это когда у тебя есть стаканчик. Я сейчас покажу. Туда надо насыпать немного льда для начала. Сейчас я это сделаю. Берется немножко льда. И почему это называется хайбол? Высокий. Высокий, конечно. А смотри, стакан какой-то. Высокий мяч. Хайбол. Самый простой коктейль, который только может быть. Дальше у тебя есть любой, в общем-то... Минеральный напиток? Да, шипучка, минеральный напиток, которым ты заливаешь. До конца? Почти. И потом, потом, у тебя есть еще одна вещь очень важная. Узбекский лимон. А, узбекский лимон. Я хотела сказать, это похоже на апельсин. Немножко сюда. Помешаем. И у нас нет больше брутальной алкогольности. У нас есть просто приятный напиток. Ага. О, какая прелесть. Скажи, пожалуйста, вот, а в театре у тебя любовь с театром нации? Ты чувствуешь себя, что это твое место? Абсолютно. Это уникальный театр. В том смысле, что Женя сумел в стране, где театры все-таки работают в системе репертуарного театра, в смысле, что в театрах есть постоянные труппы актеров, Женя сумел создать другое. На каждый спектакль собирается своя команда. Ну вот, я признаюсь, сколько я играю спектаклей в театре нации, нет ни одного человека, который бы в этих спектаклях чувствовал себя не на месте или приходил бы без охоты и без энтузиазма. И в этом смысле Женя, конечно же, огромный молодец. И я уже не первый раз это говорю. Прекрасный продюсер. Ну, получается, что я такой немного западная модель. А скажи мне, ну вообще работа, ты как бизнес-вумен существуешь? Ты можешь полностью своей актерской деятельностью закрывать свои потребности? Я всю жизнь это делала. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а вот сегодняшнее положение, да, оно как бы под любой кризис подталкивает и выявляет новые тенденции. И сейчас совершенно четко появилось, вот мы говорим всегда, мы живем в цифровое время. Ты понимаешь, видишь себя как артистку, как артиста в новом цифровом мире? Если думать о том, что сейчас очень сильно развиваются платформы, то им нужен продукт. Платформы надо чем-то заполнять. И надо сказать, что я думаю, как. Вот когда разрешат снимать, надо будет выстроить в ряд все то, что сблокировалось. Ну, как бы было же все лето спланировано. А теперь что? Они все вместе начнут, и что мы будем делать? Платформы сейчас снимают очень много. И думаю, что и будут снимать много. Люди все равно будут смотреть телевизор. Не телевизор, а вот, ну, я имею в виду телевизор как прибор. А в кино, ну, как бы все равно, я думаю, пройдет время, пока мы пройдем в кино. Мне почему-то кажется, что это неправильно. Люди будут смотреть не телевизор. Люди будут смотреть телефоны. Они и сейчас это делают. Я имею в виду телевизор как прибор. Это может быть и компьютер, и телефон. Компьютер, конечно. Да, и мне кажется, что это очень важно как раз. и платформы реализуются именно в этих гаджетах. Может быть, будут развиваться форматы короткого временного пробега. Человек захочет что-то смотреть, что можно сесть в метро, посмотреть и выйти. Ну и, наверное, один из последних вопросов, вопросов, связанный с детьми, с близкими, с любовью. Мне кажется, что любой творческий человек, у него всегда есть дилемма. Это семья и это работа. Есть ли такая дилемма у тебя, что бывает у людей, которые очень много разъезжают, снимаются, имеют разные творческие проекты, вечером, вместо того, чтобы быть своими детьми на сцене. Ну, вот как у тебя с этим происходит? У меня всё хорошо. У меня вообще нет чувства, что я мало времени провожу с ним. И, во-первых, я планирую время жёстко. Как раз ребёнок меня очень сильно дисциплинировал. Я как бы отсеиваю то, что мне не нужно. В смысле, оказалось, что нужно-то не так и много. Ты хочешь сказать, что ребёнок не становится антитезой творчества, да? Ни в коем случае. Наоборот, это большое вдохновение. Пока он может со мной ездить, это как бы стимул, наоборот. Хорошо. Знаешь, одна поп-артистка, современная такая дама, она договорилась с тем, что она может петь по интернету, и на всяких день рождениях, вот, например, на всякий день рождения, ты можешь ей позвонить, заплатить определённую сумму, включить в определённый час, значит, интернет настроить, и эта артистка достаточно знаменитая, она будет петь для тебя. Вот готовы ли Ингеборга сделать такой, например, сегодня там в 17 вечеров за деньги для такого-то, для уважаемого Арама Хачатуряныча, в день его 75-летия Ингеборга прочтёт там стихотворения, и такие-то, такие-то. Возможно об этом говорить? Вот такой заработок тебе не прийти? Это как это самое, помнишь, было в советские времена по радио, по заявкам? Да-да-да, трудящиеся, да. Радио слушает, трудящиеся. Ну, как сказать, я знаю достаточно популярную, современную, классную группу, которая участвовала в онлайн-комперативе. Какая разница? Честно, ведь есть рынок, запрос, если её покупают, ну, кто вы такие, чтобы над этим смеяться? Я думаю, может быть, всё-таки выйдут новые форумы искусства, может, разобьются, а может и нет, может, это всё впрок. Кто знает. Спасибо тебе за нашу беседу. И это большое спасибо тебе. Спасибо за терпение, и мой интернет плохой. И тебе ничего страшного. Я тебя целую. Пока, спасибо большое. И действительно, чтобы у тебя было всё, удача. Да, и тебе всё, чтобы было хорошо. Спасибо. Пока. Пока.